Майор Гром Олега Трофима пришелся на весну 2021 года. Незамысловатый супергеройский фильм, основанный на российских комиксах, пусть и провалился в прокате, но взорвал топ-чарты онлайн-платформ, в том числе и всемирно известного кинотеатра Netflix. Первый полнометражный фильм Анастасии Пальчиковой «Маша» вышел в прокат в апреле 2021 года. Во многом личная история о непростой судьбе, бандитах, музыке и жизни по понятиям, наверное, лучший проект о лихих 90-х за последний год. А неотразимая Анна Чиповская в главной роли и приз за лучший дебют на кинотавре, несомненно, добавляют интереса к столь наивной, но качественной картине. И вновь дебют, и снова достаточно успешный комедийный фильм «Не лечи меня» режиссера Михаила Моралеса про молодого хирурга отличается от типичного российского фильма про медицину. В нем нет места пафосной драме, напряженному и вычурному сюжету. История Ильи, врача из глубинки, которого сыграл Иван Янковский, переплетается с коррумпированностью российской медицины, легким юмором и талантливой игрой звезд отечественного кино. Ловкий вы парень, я его. И если с полнометражными картинами, как считают критики, остались проблемы, то благодаря развитию интернет-платформ и стриминговых сервисов, сериалы в России стали гораздо качественнее и разнообразнее. Мистическая и в какой-то степени пугающая история, которую написал Дмитрий Глуховский, ТОПИ рассказывает о пяти москвичах, отправившихся в северную глушь России. Благодаря умению российского писателя держать напряжение и таланту Владимира Мерзоева, режиссера картины, сериал не отпускает зрителя вплоть до последнего эпизода. Поэтому попытку сделать современный пост-хоррор, охватив при этом социальные проблемы России, можно считать успешной. Скандальный, многими не принятый, но несомненно успешный проект «Содержанки. Третий сезон» завершился в 2021 году. У каждого сезона были разные режиссеры. Константину Богомолову удалось в точности воссоздать роскошное болото столичной элиты. Дарья Жук добавила загадочности и напряжения. А финальный третий сезон, который снял Юрий Мороз, поставил окончательную точку, сделав «Содержанок» непростым, оригинальным и живописным детективом. И пусть его ругают за откровенность, излишний пафос, сериал явно можно считать одним из лучших в этом году. В завершении нашей подборки хочется рассказать о самом смелом проекте, который выпустили российские кинематографы в 2021 году. Сериал «Хэппи-энд» Евгения Сангаджиева. Это дань сексуальной свободе, так сильно напоминающая провокационность и прогрессивность картин от Netflix. История о молодой паре, которая переезжает в Москву и начинает зарабатывать деньги с помощью веб-кама, разрушает табу отечественных сериалов и захватывает внимание зрителей своей откровенностью, отсутствием какого-либо стеснения, а также качеством картинки и сюжетной линии. Вы говорите об этом, как будто в этом есть что-то стыдно. Ты что, меня контролировать не можешь? А как вы относитесь к современному российскому кино? Продолжение следует...